Здравствуйте, коллеги! На нашем канале Евтегрупп появится новая рубрика. Посвящена она будет работе со спутниковым оборудованием. Такой небольшой видеоряд с советами и рекомендациями. Одна из самых трудных задач для геодезиста это оценка качества измерений, которые он получает. И в спутниковых наблюдениях факт получения этих измерений, координат итоговых, не так очевиден, как, например, в дальномерных или угловых измерениях. Или в получении превышения, например. Сейчас речь идет о теодолитых, тахеометрах и, например, нивелирах. Сигнал, который приходит на спутнику-антенну, который у вас находится в приемнике, этот сигнал сталкивается с целым рядом ошибок, перед тем, как он дошел до вас, до пользователя, до фазового центра вашей антенны. То есть он проходит через слои ионосферы, трапосферы. Он сталкивается с перетраженным сигналом, с зашумлением ввиду каких-то препятствий. Вся эта сумма ошибок, да, то есть все это, все со всем этим приемник, в общем, должен справляться и бороться. И пользователю здесь только остается доверять аппаратуре. Доверять аппаратуре, насколько точно и качественно она обработает этот спутниковый сигнал. И высчитает конечные координаты. И очень важно, как и в наземных измерениях, да, то есть когда мы используем тахеометр, теодолит или нивелиры, то есть измеряем расстояние углы или превышение, тут также важно учесть все факторы ошибок, да, то, что также есть источники ошибок. И вот именно об этих источниках ошибок мы в этой рубрике и будем разговаривать. И первым таким источником ошибок, вот сегодня, я бы выделил это ошибка наблюдателя. Ошибка наблюдателя очень такая немаловажная ошибка, с которой аппаратура, к сожалению, бороться не может. Здесь уже вся ответственность ложится только на нас с вами, на пользователей. Первое, что хочется отметить, это измерение высоты. Измерение высоты в приемнике. Все измерения в приемнике, они приходятся на фазовый центр. Фазовый центр это некая абстрактная точка, которая устанавливается в приемнике, да, то есть ее поведение наблюдается, да, при стандартизации приемника устанавливается ее положение внутри антенны. И от этого положения в каждом приборе, в каждой антенне отдельной, даже существующей антенне, да, находятся домеры, которые производитель может указать, да, чтобы, когда вы что-то измеряете, да, эти домеры привели именно к фазовому центру. У каждого приемника по классике есть обычно два или три домеры. Вот, например, сейчас у меня прибор М1+, вот у него есть домер до низа приемника, да, то есть от низа приемника до фазового центра. Известен домер. И также есть вот такая вот специальная планка, да, для измерения наклонной высоты. Также вот удобная бабушка есть, да, то есть вот это все можно прикрутить. И домер известен отсюда, когда вы прикручиваете, до фазового центра, опять же. Это нужно для того, чтобы, когда прибор стоит на трегере, да, и до низа приемника уже возможности померить нету, используется планка, да, то есть это удобно. Вот, потому что в программном обеспечении, в данном случае программном обеспечении EFT Field Survey, эти домеры забиты и известны. Либо, опять же, если необходимо, эти домеры находятся в мануале типа антенны, и их также можно заполучить, да, и самостоятельно досчитать до фазового центра. Что здесь важно? Как важно не ошибиться? Во-первых, в самом программном обеспечении, когда вы делаете измерения, если вы выполняете измерения до низа приемника, важно указать то, что до низа именно приемника. Если все-таки вы выбираете высоту до планки, эта высота называется наклонная. Какую ошибку совершают некоторые пользователи? Да, по каким-то причинам высоту все равно меряют, например, когда прибор стоит на штативе до резинки. Да, потому что у многих производителей, у многих приемников именно домер вынесен сюда. Вот важно, этот важный момент, да, то есть именно все-таки брать именно те элементы, да, докуда правильно у производителя досчитаны домеры до фазового центра. Если еще коснуться немного фазового центра, что это такое, да, как вот совершенно случайно мне оказалась такая антенка, если ее вот так вот открыть, здесь будет вот такое перекрестие. То есть фазовый центр можно, в принципе, да, вот сравнить с пересечением двух осей теодолита. Да, то есть куда у нас приходит, оттуда выходит визирный луч, а здесь, соответственно, приходит сюда сигнал. Вот то же самое. Вот здесь у меня такая антенна, и здесь вот можно как раз рассмотреть примерно вариант того, как приходит сигнал. То есть когда сигнал пришел, он должен попасть вот на фазовый центр. Если он переотраженный, то в антенне есть специальный диск, переотраженный сигнал должен, когда он придет сюда, он должен превратиться в тепло. А превратиться в тепло и до фазового центра не дойти. Если он все-таки дошел, задача математики платы, которая установлена уже в самом приемнике, разрешить эту задачу, да, то есть и брать этот уже сигнал, да, то есть по всем частотам он поражен, да, или только по L1, например. Вот, это уже задача платы, брать его в работу или нет. К сожалению, в сложных условиях, да, прибор может допустить такую ошибку, такая вероятность может быть. Но наша с вами задача как можно меньше давать таких возможностей прибору. Поэтому для этого очень важно, когда вы работаете с прибором, держать его как минимум выше вашей головы, да, выше головы, чтобы не создавать, да, то есть не создавать дополнительных препятствий фазовому центру. То есть не закрывать его, да, то есть чтобы задача, задачу приемнику не усложнять дополнительно. Дальше надо отметить также такую немаловажную вещь, как ошибка центрирования, да, то есть когда вы используете вешку, у вешки есть круглый уровень, такой же как на трегере, вот, соответственно, важно эту вешку держать по уровню. Ну, это, я думаю, всем понятно, но у вешки уровень, да, со временем может, да, то есть разъюстироваться, и он требует дополнительной поверки. У многих приборов, в том числе у этого прибора, есть электронные уровни, да, которые можно калибровать. И вот если вы их калибруете, калибровать их желательно по трегеру, да, потому что у трегера уровень точнее, плюс уровень, который на трегере, его можно отъюстировать, да, при помощи какой-нибудь, например, марки с вертикальным уровнем, вот, или при помощи нивелира. Ну, в целом, да, когда вы покупаете трегер, они обычно идут поверенные, и хватает их, этих уровней дольше, чем на вешке. Вот, плюс, если он сбился, да, как я говорю, его можно при помощи винтов, при помощи винтов, да, его можно выставить правильно. И вот именно по нему можно, собственно, откалибровать электронный уровень, и если уровень постепенно будет уходить у вешки, можно будет также видеть, насколько вешка, да, отклоняется от истинного положения уровня, да, от ответственного положения. Вот, это такой важный момент, и что еще хочется отметить по вешкам? По вешкам, ну, понятно, что когда вы качаете вешку, да, тоже есть определенный люфт, и чем выше вы задираете вешку, да, то есть надо поднять приемник выше головы, естественно, но не нужно задирать его на 4 метра. Чем выше будет приемник, тем больше у вас будет люфт, тем больше будет копиться ошибка. Это важно для работы в режиме РТК. А какое принципиальное отличие двух этих вешек? Вот мы можем посмотреть, первая такая идет карбоновая, вторая идет такая, наверное, в стандартном цвете, такая красно-белая. Нет, отличие их не то, что одна сделана из карбона, другая сделана просто из металла, нет, отличие основное не в этом, отличие в том, что эта вешка оптическая, да, то есть она предназначена для работы с тахиометром, а вторая вешка, это вешка сделанная специальная под GPS, под приемник. Если вы работаете с оптическими вешками, которые у вас остались от тахиометра, то здесь всегда у вешки есть учет за отражатель. То есть когда вы такую вешку выдвигаете на 2 метра, на самом деле никаких двух метров здесь нет. Учет за отражатель может быть, например, 10 сантиметров, может быть примерно 8,7, да, где-то вот такое значение. Такую вешку важно промерить рулеткой перед началом работы. То есть, например, обычно, ну, я говорю, это может быть 10 сантиметров, то есть вы выдвинули вешку на 2 метра, а по факту это 1,90 метра. Вот. Что касательно GPS-ной вешки, да, здесь никаких учетов за отражатель нету, поэтому как вы ее выдвинули на 2 метра, так до низа приемника и будет 2 метра. Вот. Эта ошибка очень важна, да, то есть не совершить эту ошибку очень важно, когда вы работаете с наклоном. Если вы ошибаетесь с высотой приемника, то датчик, да, инклинометра, он будет работать неправильно, да, то есть он вам в высоту перенесет координату неверно, и у вас координата сильно отлетит. Наверное, у многих возникнет вопрос, как их в целом отличить, две эти вешки, все-таки, да, без рулетки, какая из них GPS-ная, какая оптическая. Ну, вообще, в большинстве своих случаев все GPS-ные вешки, они идут карбоновые. Но, чтобы знать наверняка, во-первых, можно уточнить эту информацию у производителя, когда вы покупаете прибор, потому что вешки обычно идут либо в комплекте, либо вы, опять же, покупаете у производителя просто новую вешку, уточнить эту информацию. Ну, или, ну, все-таки прибегнуть к рулетке, да, то есть промерить и действительно убедиться в том, что здесь действительно 2 метра. И в завершение, давайте еще раз пройдемся вкратце, подведем итог такой небольшой, какие ошибки нам с вами, пользователям, важно не совершить при запуске аппаратуры в работу. Это нам необходимо правильно измерить высоту вихи, держать ее по уровню, правильно учесть домер до фазового центра, не закрывать фазовый центр головой, да, то есть поднять приемник выше головы, но и одновременно не задирать приемник до каких-то огромных высот, да, чтобы не было люфта. Вот, и, опять же, когда мы работаем с электронным уровнем, важно его откалибровать, важно, и очень важно правильно, опять же, использовать, правильно ввести высоту, как высоту вихи, так и использовать правильный домер. Все домеры, в принципе, есть обычно у всех, ну, во всяком случае у нас точно в филдсервее есть все домеры по каждому типу антенны, по каждому приемнику, они все есть в программном обеспечении EFT-филдсервей, и здесь там лишь важно правильно выбрать либо виха, либо наклонная, да, если вы используете вот такое вот приспособление. В следующий раз мы поговорим о таких ошибках, как ошибки аппаратуры. Сказать, что они более важны, наверное, будут неправильны. Все ошибки важны, все источники ошибок важны, и все мы их должны учесть. Надеюсь, эта рубрика будет полезной и интересной. Оставляйте ваши комментарии. В комментариях пишите ваши пожелания по темам, которые наибольшим образом надо осветить. Например, по каким-то источникам ошибок, да, наибольше надо дать какой-то информации. Пишите, задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok